Егор Андреевич, смотрите ли вы Бесогоны вашего дяди? Я не могу сказать, что я вот прямо жду его и регулярно смотрю, но если я попадаю на Бесогон, то я на нем остаюсь. Ваши знакомые прежде всего из Среды как-то комментируют вот эту деятельность? Я бы сказал, что скорее не из Среды. Я бы сказал, что скорее не из Среды. Я не так, в общем-то, обожаю общаться с людьми из моей Среды, но мои знакомые и люди, с которыми я общаюсь, это не обязательно моя среда, да, кинематографическая. В целом, конечно, разделяют те политические и социальные взгляды, которые в этой программе высказываются. И о себе я тоже могу сказать, что в принципе, что для меня является причиной для большого уважения к этой программе, это то, что у Михалкова, в общем-то, всю жизнь его позиция, она формировалась, и эта позиция, она никогда не менялась резко, она эволюционировала. Эта программа, на мой взгляд, является, вот так сказать, квинтэссенцией его позиции по разным вопросам, которые нас, яростным вопросам, острым вопросам, которые нас окружают. Поэтому в целом, там, в 95% случаев я, в общем-то, разделяю точку зрения этой программы. Спасибо. Кстати, когда рассказывали о семейных торжествах в одно из интервью, вы сказали, что у Никиты Сергеевича все время там ломти осетров, такие пухлые, а, значит, у вашего родителя там высокая итальянская кухня, в этом было что-то такое... Ну, вы знаете, папа тоже любит поесть, на самом деле, да, он больше, так сказать, эстетизирован в каких-то вещах, но это не кузиннувель, я помню, я в Лондоне один раз сходил, там, блюдо 200 фунтов, а там просто как будто птичка накакала, собственно, на два раза, две разные птички накакала, и это одно, это еда, а другое, это гарнир, да, массиман такой был ресторан в Лондоне. Вот, нет, вообще, мой отец очень точно сказал, что по натуре, очень точно, ну, как бы, наверное, упрощаясь, что Никита, он византиец, а Андрей Сергеевич, он флавентиец, обобщенно говоря, да, и, ну, действительно, мне кажется, что у них в этом смысле к жизни подход разный. Никита Сергеевич, он такой хлебосол, всегда на день рождения к нему приходишь, и даже его не увидишь обычно, потому что столько людей, теряешься среди, среди министров. И генералов. Вот, а у папы, у него всегда такие более камерные вообще формы, я бы сказал, да, ну, и как, наверное, какое-то продолжение или истоки этого вот этого вот славянофильства Михалкова и, так сказать, западничества Кончаловского, но мне кажется, что это преувеличено, и на самом деле они гораздо более ближе к друг другу. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция».